Приветствую всех, друзья, подписчики! В общем-то, в следующем видео, седьмой, в этом видео мы разберем два способа. В общем-то, первый это undervolting, это когда понижаем немножко частоты видеокарты, видеопамяти, чтобы немножко понизить температуру видеокарты. И если у кого-то какие-то проблемы, например, карта сильно греется, то также можно еще вентиляторы, к примеру, дополнительно еще включить, и получаем такую стабильную видеокарту. И вторая будет у нас часть видео, мы будем уже оверклокингом заниматься видеокарту, и в конце сделаем сравнение между undervolting и оверклокингом. И все это будем тестировать в Cyberpunk 2077. Это самая такая сложная игра для видеокарт на данный момент, в 2024 год. И если ваш разгон или ваш undervolting работает в Cyberpunk 2077, затем, я уверен, что в других играх он тоже будет идеально и стабильно работать. Ну а мы, в общем-то, переходим к первой части, это undervolting. Так, для этого требуется нам AMD Adrenaline Software Edition. Это стандартная программа для управления видеокартой от AMD. Без нее никак ваша карта не заработает, поэтому у всех эта программа есть. Первое, переходим в категорию, где мы разгоняем нашу видеокарту. В производительность. Следующее, в настройке. По стандартам у нас стоит по умолчанию все. Здесь переходим в пользовательский режим. Активируем в настройке GPU, активируем первую галочку, вторую галочку. При undervolting можем, конечно, немножко видеопамять разогнать, поэтому активируем здесь тоже галочку для видеопамяти. Здесь также галочку проставляем. Видеопамять я не рекомендую сильно гнать, потому что карта становится нестабильной, вылетает, лаги могут быть, поэтому немножко только можно памяти разогнать, просто чтобы повысить немножко FPS. Стандартно стоит 2400... Сколько там стояло? 2438. Можем поднять, ну, примерно... Давайте поднимем на 100 всего лишь. 2538. При этих конфигурациях карта будет стабильно работать. Но можно сделать округлей 2540. Немножко разогнали видеопамять. Следующее. Если у вас видеокарта очень громкая, она работает громко, то обязательно, ну, греется сильно, то для undervolting можно также еще настроить вентиляторы. Здесь активируем первую галочку, вторую галочку, и здесь вы можете, в общем-то, вот так вот создать какую-то специальную конфигурацию для вентиляторов при каком... При какой температуре, насколько вентиляторы должны, в общем-то, крутиться и охлаждать вашу видеокарту. Мне это, в общем-то, не нужно, поэтому я до этого сильно это не показывал, потому что моя видеокарта очень хорошо работает уже на стандартных настройках от производителя. И у меня реализовано в моей модели очень хорошее охлаждение. Поэтому мне вот этот функционал не требуется. Если вам он нужен, то включайте, проверяйте, тестируйте сами для вашей видеокарты, потому что каждой карты, они разные. И настройка всегда будет индивидуальна. Переходим теперь к андерволтингу. С чего начинать? Сам AMD-производитель, если перейдем, например, тот же Яндекс. Яндекс. А, да, кстати, не цена, а я, нужно писать, я, ру. Так, посмотрим мой чип AMD Ryzen RX 7800. Так, переходим на главную страницу. Здесь переходим на конфигурацию. Можно посмотреть, какая конфигурация у этого чипа. И можно найти, в общем-то, разгон примерно на каком... Какие базовые частоты у этого чипа. Так. Здесь, в общем-то, находится 2400-2100. Такая вот базовая частота у чипа. И от этого можно отталкиваться, в общем-то, при разгоне. Давайте возьмем просто, если между 2100, 2200 и 2400, чем 400, это такая базовая частота видеочипа, то давайте возьмем просто среднее, что-то между этими цифрами 2300. Следующее. Вот этот вот, не надо трогать значение. Это просто минимально. Если ваша видеокарта простой стоит, то она не будет гнаться. Зачем разгонять ее карту, если просто вы работаете в Windows, и поэтому это значение оставляем таким, какой оно есть. Не трогаем его никак. Здесь, в общем-то, underloating карту. Средним значением начинаем. И также здесь, когда мы включили этот режим, у нас полностью на максимум электропотребление. Обязательно вот так вот галочку делаем в самый низ. 700 минимально для напряжения. Давайте возьмем просто не 700, конечно, для 2300. Вероятно, на 700 она запустится, но возьмем немножко с плюсом в 100. 800. Проверяем. Также стресс-то сделаем. Здесь проверяем, если карта стабильно работает. Также можно скачать FurMark. Это специальная стресс-тест программа. Задаем имя, скачиваем. Я ссылку оставлю в описании. Переходим на страницу разработчиков. Здесь стресс-тест запускаем. Если карта, в общем-то, 5 минут стабильно работает, нет никаких вылетов, то дальше можем разгонять. И следующий, в общем-то, давайте просто понизим здесь. Как понижать уровень? Есть там 5, 10, 15, 25, 50. И так можно вот понижать. И здесь, к примеру, можно взять сразу по 50. Это будет у нас 2250. Здесь мы понизим на 15. 775. Или 75. Ну, вот так вот примерно можете. И проверяете. И, в общем-то, можно дойти до 2200 различными шагами по 5, 10, 15. Это уже на ваш выбор. И также я, например, вот нашел такое значение хорошее, идеальное. Там 2200. Мерегерс-видеокарта работает. У меня хорошо запускается. На вольтаже 725, 715. Ну, возьмем просто немножко побольше. И следующее, в общем-то, теперь это все. Перенимаемся настройки. Также давайте просто немножко вертушки можем разогнать. Давайте просто вот оставим вот это вот стандартное. Тоже переймем. Чтобы вы видели, в общем-то, просто пример был такой. Дальше запускаем уже саму видеоигру. Для того, чтобы, в общем-то, мониторить нашу видеоигру, давайте сперва запустим сам Cyberpunk 2077. Потому что, когда я включал мониторинг до игры, то в записи я его не видел. При том, что я его вижу в записи, когда она готова, я не вижу сам монитор. Так, следующее. Запускаем MSI. И здесь вот такой вот включается у нас мониторинг. И теперь, если я игру, захожу в игру, открываю и развертываю, то появляется... В правом верхнем углу появился у вас такой вот мониторинг. Вы можете мониторить, сколько видеокарта потребляет, сколько FPS и так далее. Дальше переходим в настройки графики в игре. Настройки, графика. Здесь у меня, в общем-то, такая вот стандартная настройка. Хорошая, впечатляющая, где все настройки на высоком, впечатляющем. Само экран, в общем-то, разрешение 2000 QHD. Дальше переходим в настройки графики. И здесь есть возможность запустить такой стресс-тест графический в самой игре. И там, в общем-то, посмотрим, что и какие FPS будет выдавать игра при андерволтинге. И потребление видеокарты в 165 Вт в среднем. 160 FPS тоже неплохие, я считаю, 80, 90, 94, 95. Карта греется всего лишь на 52 градуса. Вертушки немножко, вентилятор, потому что я их включил. Немножко их как бы слышно, но ничего такого прям экстремального. И, в общем-то, температура 49 градусов отличная. 48. 48. 48. 48. 49. Немножко их как бы слышно, но не будет. 51. 32. 38. Немножко их как бы слышно. 52. 30. 46. 52. 54. 55. 54. И получаем конечный итог в 92,69 фпс. Это достаточно хороший результат для андерволтинга. Мы немножко понизили частоты, так сказать, видеокарты на 2200 и получили хороший показатель в фпс. Также видеокарта очень холодная, тихая при вот таких вот настройках. И я считаю, что андерволтинг это даже вероятно лучше, чем разгонять видеокарту. Так, ну что ж, переходим в вторую часть. И теперь у нас будет оверклокинг RX 7800 XT. И для этого, конечно же, переходим в Adrenaline Software Edition. Дальше в категорию производительность. Следующая настройка. Здесь переходим в пользовательский режим. Дальше активируем вот эти вот две галочки в настройке ГПО. Следующую галочку в настройке видеопамяти. Первую, вторую. Здесь проставляем конфигурацию 2540. И также активируем настройки электропотребления. Это такой маленький буст, чтобы видеокарта стабильно разгонялась. И здесь проставляем 15%. Следующее. От чего можно отталкиваться, если вы свою карту разгоняете? Можно посмотреть в интернете. Достаточно много информации сейчас находится. Примерно в каком диапазоне хорошо эта видеокарта разгоняется. И моя модель Wofent RX 7800 XT хорошо разгоняется между 2500 до 2700. Ну, там можно 800 еще взять. И давайте возьмем просто среднее значение между 2500 и 2800. Это будет 2700. 2700. И также давайте возьмем здесь среднее значение примерно. Ну, давайте выберем 850. Вот так вот. И если все это активировать, перенимаем настройки, также запускаем. Здесь есть стресс-тест, запускаем его. Также в формарке вы можете это проверить, прогнать. Если все работает отлично, нет никаких вылетов, то дальше идем к следующему уровню. Например, уровень можно поднимать по 5, 10, 15, 25 и даже 50. В моем случае возьмем просто 25 уровень. Например, 2725. И здесь оставим такой же вольтаж. Можем немножко его поднять. Вольтаж также поднимается по уровням 5, 10, 15, 25. И, в общем-то, такими шагами вы можете потихоньку тестировать, проверять стабильность вашей видеокарты и разгона. Я нашел, в общем-то, хороший уровень в 2800 при напряжении в 10, 25. В общем-то, все подтверждаю теперь. Также можете здесь, если ваша карта сильно, например, там горячая, то можно, конечно, дополнительно еще включить конфигурацию вертушек здесь и их настроить и перенять. У меня карта идеально работает без этой конфигурации. Очень холодная. И поэтому мне это, в общем-то, не нужно. Все подтверждаем. Теперь запускаем Cyberpunk 2077. Следующее. Я активирую еще MSI Auto Burn. Монитор. Так. И теперь заходим в игру. Смотрим. У вас должно появиться в правом углу такой монитор, где стоит FPS, в общем-то, процессор, загрузка процессора, графического процессора и так далее. Так. Дальше переходим в настройки видео. Настройки игры и в графику. Здесь уже вы видели всю эту конфигурацию, поэтому я ее не буду вам повторно показывать. Дальше запускаем тест. Запустить тест. И проверяем производительность в игре. Карта греется стандартно на дефолтных настройках в 61 градус. Ее вообще не слышно. Также примерно FPS сейчас в 100, в 104, в 105. И карта потребляет 217 ватт. 221, 226. Примерно 230 ватт потребляет карта. В предыдущем тесте у нас было 160 ватт. Примерно это повышение на 60-70 ватт больше. Это достаточно высокий показатель для потребления видеокарты. И также хочу заметить, если просто без записи видеокарты немножко FPS повышается на 1 или 2. Поэтому в записи будет показатель, конечно, немножко, немножко меньше. И получаем конечный итог в 100.44 при оверклокинге, при разгоне и про андерлотинге. У нас была, у меня записано, кстати, 92,69 FPS. И в этом варианте я считаю, что продуктивнее карту андерволтить. Немножко понижать ее. Плюс-минус вы получаете на 5 FPS меньше, но зато карта потребляет намного меньше электроэнергии, намного меньше ватт. Также карта тише работает, карта много холодней. И моя рекомендация это андерволтинг. И также можно заметить, я проставил 2800 мегаерц, но карта разгонялась примерно на 2700. Не было вот этого вот максимального на 2800. И на этом, в общем-то, видео заканчивается. Кому оно понравилось, конечно же, не забываем лайк, подписка. Также пишите в комментариях, что вы на этот... Что вы думаете? Ваше мнение? Нравится вам больше андерволтинг, оверклокинг? Что больше, что лучше, что продуктивнее? Нужны эти 5-8 FPS больше, при этом карты греются намного выше, громче. И не знаю. Мне кажется, оверклокинг это переоцененная технология, которая не нужна в данном моменте, потому что сейчас просто видеокарты делаются так хорошо, что вот этот разгон, он просто не нужен. Он просто ломает вашу видеокарту, железо, цикл, жизненный цикл вашей видеокарты. На этом, в общем-то, я прощаюсь с вами. И, конечно же, не забываем лайк, подписка, коммент и увидимся уже в новых видео-гайдах. Пока-пока. Ваш Хиропуку.